привет всем дорогие мои зрители в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать историю моей парфюмерной коллекции хочу вам рассказать чего все началось из каких ароматов чтоб не затягивать вот это видео начну сразу мою историю в 2013 году в месяце август я однажды поехала в гости к моей подруге город крема это маленький провинциальный город итальянского типа приехав в гости к моей подруге моя подруга мне предложила пойти в один магазин посмотреть на одежду моя подруга любительница дорогих вещей покупать джинсы только знаменитых брендов и в этом магазине естественно продавалась такая одежда магазин был двухэтажный говорю был потому что потом его закрыли и на первом этаже продавалась парфюмерия нишевых брендов на втором этаже была одежда и в общем когда мы зашли в этот магазин передо мной стоял большой стол с парфюмерией и выглядело это приблизительно вот так как вы сейчас видите парфюмерию на моей тумбочке у меня в тот момент разбежались глаза я не поняла куда я попала там и все началось я подошла к этому столу и начала слушать ароматы послушали мы с подругой ароматы поднялись на второй этаж померили одежду я в тот момент купила джинсы потом спустились на первый этаж опять послушать парфюмерию и в тот день я для себя приобрела вот этот аромат от марки кейко мечери это тестер без крышечки продавали там тоже тестеры но тестеры те которые стояли в магазинах на полочках в общем продавали все и когда я вернулась домой в мой город у меня из головы не выходил вот этот стол с парфюмерией мне запомнились ароматы и мне хотелось опять вернуться в этот магазин чтобы их опять послушать и может быть даже купить в общем я звоню моей подруге организовываю поездку в ее город в этот день я купила несколько ароматов это был вот этот аромат этот аромат использовал практически мой муж ему очень понравился это марка бередо и еще я купила вот этот аромат марка морган и лефай там были еще ароматы вот этой марки розовый цвет зеленый вот это не зеленый вы видите видите зеленый цвет но это желтый темно-желтый цвет в общем и голубой еще был я выбрала вот этот темно-желтый потому что мне больше всего понравился вот этот аромат этот аромат благоухает травой свежей срезанной травой мне понравился тот момент этот аромат сейчас мне он не очень нравится но я рада что он есть моей коллекции что еще я купила в этом магазине ах да я купила еще вот этот аромат от марки комеды garcon отто 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 888 для моего мужа мой муж любит вот этот аромат обожает ему очень нравится и дальше дальше я не помню что я еще покупала в этом магазине ну в общем на том все и закончилось прошло время в 2013 году 6 сентября я регистрирую мой канал вот этот канал на котором вы сейчас смотрите мои видео в 2014 году в месяце апрель одна моя подписчица попросила меня снять видео про мою парфюмерию и вот тогда я сняла первое видео про мою парфюмерию если вам интересно вы можете посмотреть это видео и и и вы увидите какие ароматы я показывала в этом видео и однажды я случайно зашла на сайт про грантика посмотреть что пишут про аромат от марки эстелаудер интуитен потому что я увидела вот этот аромат в одном из магазинов продавали этот аромат со скидкой была скидка на этот аромат довольно таки большая то есть можно было купить за копейки вот эту 30 очку но не было теста я думаю почитаю я про грантику что пишут люди много написали негатива про этот аромат но мне стало очень интересно и в общем я пошла и все-таки купила вот этот аромат когда я купила этот аромат я зашла в первый ближайший бар заказала кофе села за столик и открыла вот эту упаковочку чтобы послушать вот этот аромат когда я послушала этот аромат я была приятно удивлена но настолько мне понравился вот этот аромат что я прям не знала где нахожусь я я первый раз услышала какую-то необычную красоту этот аромат действительно необычный очень-очень красивый его надо понимать и потом я начала интересоваться ароматами начала ходить в магазин и начала покупать ароматы потом читала отзывы на фрагрантики и сравнивала написали правду или написали ложь потом стала интересоваться снятостями то есть ароматы которые сняты с производства мне стало интересно почему же их снимает с производства люди пишут что эти ароматы очень красивые но их сняли с производства и я когда вижу на полочке в магазинах какой-то аромат интересный и он снят с производства я бежала сразу магазин и покупала тестера не было но мне было интересно покупать ароматы вслепую приносить домой делать кофе садиться за стол и открывать коробочку и слушать аромат и для меня это стало как какой-то игрой игрой которая меня действительно развлекала я даже не заметила как стала я часто покупать ароматы каждый раз чуть чаще и чаще иногда было такое что я покупала каждый день ароматы иногда такое было что я покупала ароматы через день на сегодняшний день я пока не покупаю это уже по моему вторая неделя как я не покупаю ароматы я думаю что что я не смогу остановиться что у меня будет тянуть что я не выдержу вы знаете я поняла что я могу выдержать не покупать вообще ароматы потому что полгода тому назад я думала а может быть это уже какая-то зависимость может это болезнь может я уже никогда не остановлюсь вот эти ароматы я раньше хранила в другой комнате в этой тумбочке эта тумбочка сейчас у меня стоит в спальне раньше она стояла в другой комнате полгода тому назад я решила переставить в мою спальню вот эту тумбочку вместе с моими ароматами сейчас объясню почему полгода тому назад мы с мужем решили снимать другую квартиру то есть уйти из квартиры которой мы сейчас живем но мы еще не нашли квартиру чтобы купить и нашлась квартира чтобы снимать конечно у меня не было большого желания желание поменять квартиру съемную на съемную мне хотелось поменять квартиру съемную на нашу купленную и в общем у меня не было большого желания переселяться но так как здесь мне больше не нравится жить то есть в этой квартире которая сейчас живу мне больше не нравилось жить не могу я больше жить в центре очень неудобно жить постоянный шум в общем меня это все стало раздражать соседи ужасные и так далее так вот полгода тому назад мы нашли другую квартиру и уже подходило время для того чтобы собирать ящики собирать одежду чтобы переселяться и вы знаете когда я складывала вот эти ароматы в ящик у меня была какая-то тоска знаете такое чувство как будто бы моя душа была недовольна с неохота я начала складывать вот эти ароматы в мой ящик и вы представляете что произошло произошло то что на другой день нам звонят из банка и говорят знаете есть предложение если вас интересует квартиру купить то давайте встретимся и мы вам покажем квартиру продавал квартиру а продавал квартиру банкир нашего банка в общем мы пошли посмотрели квартира нам понравилось но мы не знали дадут нам кредит или нет в общем и когда я вернулась домой вы знаете я такая была радостная а мне показалось что вот эти ароматы мне дают позитив в моей жизни они почувствовали мою душу недовольную душу они знали что я хочу это позитив мой вот это вот все что вы видите на моем столе это все позитив потому что я покупала каждый флакончик с любовью там заложено душа там заложено терпение там заложено любовь там там все я не могу вам передать что я чувствую находясь здесь возле этой парфюмерии я уверена в том что мои парфюмы мне приносят позитив и удачу моей жизни поэтому я эту тумбочку перенесла с другой комнаты достала все мои ароматы с ящиков поскладывала полгода они в спальне постояли сейчас я выставила их на стол для того чтобы снять видео и показать вам мою мега коллекцию и сейчас я уже снимаю мои последние видео и рассказываю вам мою историю моей коллекции парфюмерной чего все началось и любовь к ароматам у меня есть это не только любовь это какой-то позитив это настроение это удача и я дарю часто мои ароматы моей дочки моей маме и моей сестре отдаю те которые они попросят я не жалею не про один флакончик который я отдала я с радостью отдаю и я уверена что тот флакончик который я дала для моей сестры для моей дочери для моей мамы Я уверена, что они в их доме приносят позитив, приносят радость, приносят удачу и берегут. Потому что я вместе с этим флакончиком передала мою энергию, мою позитивную энергию, мою радость и капельку удачи. Так что вот это вот все, что стоит на этом столе, в этих флакончиках, вот эта жидкость, каждая капелька это моя капелька удачи. Вот сколько здесь капелек, столько у меня удачи. Моя коллекция будет расти обязательно, я останавливаться не собираюсь и берегу я мои ароматы, лелею мои ароматы. Поэтому отношусь к ним очень бережно. Я не отношусь к каждому флакончику как к бокалу с пивом. Люблю элегантно распечатывать упаковочки, люблю элегантно показывать флакончики. Для меня это искусство. Ну если так сказать открыто, вот посмотрите на этот флакон, как можно его бросать. Его надо держать нежно в руках, это же произведение искусства. Смотрите, какой колпачок, какая красота, какая работа, это винтажный аромат. Зачем же его дергать? Надо красиво обращаться с ароматами, надо любить и ароматы вас полюбят. Это тоже красота, очень красивый флакончик. А вот этот флакончик какой красивый. Смотрите, Микалев. Неужели его можно швырять или нужно швырять? Его надо лелеять. Это тоже чем-то своеобразен. Звездочка от марки Терри Мюглер. Ну в общем много-много ароматов красивых, много флакончиков красивых, разные дизайны. Вот этот дизайн интересный, да, это винтажный дизайн, аптечный бутыль, да, но красиво. Видите, я даже не распечатывала этот аромат, потому что я не хочу снимать вот эту кожу. Это кожа перемотанная, притянутая ниткой. И хочу, чтобы оно вот так вот все сохранялось. Сколько смогу, столько сохраню. Надеюсь, что вам мой рассказ понравился. И на этом я буду заканчивать мое видео. Большое вам спасибо за то, что вы есть у меня. За то, что вы подписались на мой канал. За то, что вы ставите лайки. Спасибо тем, кто ставит дизлайки. На этом я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам всего самого наилучшего. Любите парфюмерию, любите себя, балуйте себя, покупайте для себя ароматы и наслаждайтесь жизнью. Для этого мы и живем, чтобы наслаждаться. Пока-пока, я всех целую.